Всем привет! Вы на канале Жизнь в кетам. Бла-бла-фьюзинг, Анна. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. При этом я сразу сообщаю, что с сегодняшнего дня мне исполняется 50 лет. Короче, ровненько, юбилей, датка красивая. И мои 50 килограмм на минус, и кето, и 50 килограмм, и 50 лет. Короче, все замечательно. Хочу отметить еще, что подошла я к этой дате, ну, совершенно счастливым человеком. Тфу-ть-фу-ть-фу, как говорится. Что еще хочу отметить, что сегодня понедельник, и поэтому вес мой точно такой же, как и неделю назад. Ну, плюс-минус там, наверное, не помню даже, сколько там, до 100 грамм. Ну, в общем, короче, 70 с копеечкой, что само по себе уже праздник, уже большой подарок, потому что последний год был такой очень странный. Ну, слава богу, что хотя бы за год я выяснила причину, что там происходило, и об этом, кстати, есть у меня видео, я об этом делюсь и рассказываю. Поэтому, если что, заглядывайте на мои видосы, и если что, я ссылочку, может, даже оставлю в описании. Вернее, скорее всего, в подсказках наверху, видео в углу. Так, ну, в общем, короче, что, ну, юбилей у нас, 50 лет, и следующие 50 лет я собираюсь прожить. Также замечательно, короче, в общем, я уже все пропланировала. Ну, я, конечно, шучу, но, в принципе, как пойдет, мы, как говорится, на все, на все, на все согласны вообще. Вообще, в принципе, на все согласны, потому что, ну, потому что, потому что все, что не делается, все к лучшему. Вот. И что у меня сегодня на обед? Сегодня на обед у меня замечательный, восхитительный, совершенно обалденный рыбный суп. Я его называю финский суп, как уж он называется, я не знаю, но, в принципе, он в любом случае такой чисто кето-варианте. То есть, если там должна была быть какая-то лук или морковка жареная, то здесь только рыба, в данном случае, судак, 200 с небольшим грамм, что, кстати, немножко многовато. То есть, мне пришлось с трудом потом этот весь обед, ну, как бы, пропорцию выравнивать, потому что многовато, многовато получилось белка. Сюда бы, в принципе, рыбы хватило бы грамм 150. Вообще, белка вот за один прием 150, максимум 200 грамм, смотря что. Вот. И, в частности, здесь у меня 72 грамма сливок жирных-прижирных и 200 с небольшим грамм рыбы. Просто посолила, специи какие-то для рыбы туда кинула. Рыбу сначала чуть-чуть в бульоне, так сказать, в воде, то есть, собственно, отварила, потом добавила туда сливки. Рыба готовится мгновенно, любая, тем более филе. И, короче, закипятила это, и, в общем-то, суп готов. Он настолько быстро готовится, что, в общем-то, пока я собирала все остальное, вот это вот все, салат резала и складывала все это, красиво практически. Оно все и остыло уже практически. Он уже чуть теплый, я даже, может, думаю, его надо подогреть. Ну, потому что в данном случае он такой тепленький, хотя холодный нет, холодный он тоже прекрасен. Это не чешуя, это просто вот прям со шкуркой весь судак. Судак, шкурка у него тоже вкусная, полезная и все такое. Ну и салат, конечно же, здесь сегодня у меня порядок немножко по-другому сегодня, потому что тарелки вообще стоят в разные стороны. Поэтому в салате здесь сегодня посчитана только заправка 2 столовых ложки рыжикового масла. Уже доедая последние фактически остатки, совсем чуть-чуть осталось рыжикового масла, потом буду есть то, что купила недавно и видео, о чем показывала буквально позавчера. Здесь, в общем-то, зелень и капуста. Это капусту белокочанную я, как старый китозник, давно уже не учитываю в фэт-секрете, хотя все остальное прекрасно считаю. Ну, основное блюдо у меня еще, так сказать, жиры и белки. Это 100 грамм запеченной корейки или брушина, короче, это все сделано в мультиварочке тоже со специями, притушено и все запечено тушеное, короче. Ровно 100 грамм, прям вот ровненько 100 грамм. Еще я 50 грамм корейской морковки сюда себе сделала, потому что у меня в этом обеде вообще очень заниженное количество углеводов. Корейскую морковку я, в принципе, делала даже и не себе, а делала их на хот-доге, короче. Классический, так сказать, вариант хот-догов, то есть не себе, конечно же. И еще на десерт 35 грамм арахиса. Там тоже, кстати, содержится, в смысле, углеводы в арахисе достаточно много, поэтому, собственно, они сюда. Сюда именно арахис я и выбрала из орехов, что было. Вот такой сегодня у меня получился кето-обед. Ужин сегодня будет 100% не дома, 100% он будет где-то в ресторане. Ну, большого, как говорится, какого-то такого гуляния не будет. Просто посидим в ресторанчике, как говорится, поедим. Как всегда, в ресторанах сейчас принято, ну, какого-то нежирного постного мяса на ужин. Естественно, я уже весами ничего взвешивать не буду. Буду есть, так сказать, интуитивно. Скорее всего, белка переем 100 пудов. Ну, ничего страшного, если это один день произойдёт, ничего страшного ни со мной, ни с кетозом, ни с весом точно не произойдёт. Ну, вот, вот такое у нас сегодня всё. Огромное спасибо вам, всем моим зрителям, всем моим подписчикам, всем моим комментаторам, всем, кто заходит и подписался в мой телеграм-канал. У меня есть одноимённый телеграм-канал. Ке-то рулит, магия вечно. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.